Два часа на ампу. Что это? Что-то с яблоки. Доброе утро! Сейчас 6 утра. Отправляемся в горы на 3800. Ночка прошла так себе, как обычно. Холодно. Промерзаешь все равно. Поэтому потеплее надо одеваться. Сейчас по ходу будем идти, буду показывать, что там будет по пути. Кемпинг у нас там небольшой, стоянка будет. На самой горе у нас будет там 3 стоянки возможных. В какую попадем, есть одна получше бараки, вторая похуже. Ну и третья совсем простая. Посмотрим, в какую мы попадем. Вот такой подъемчик. По ступенькам с камней. Пробка образовалась. Вот мы сделали первый подъем. Такой небольшой по ступенькам. Тяжеловато отдышаться. Вот оттуда. Такой небольшой по ступенькам. Вот мы добрались до первой нашей такой небольшой остановки. Поскольку тут километра два прошли, а может меньше. Самый сложный был первый подъем, но остальное здесь так уже. Бегонечко, потихонечку поднимаемся. Все согрелись. Прошли контрольно-пропускной пункт. Камеры сюда нельзя, снимать здесь нельзя, поэтому просили все убрать. Так что, если будете здесь, не злите сразу охрану. Лучше уберите, а потом достаньте, как и я. Спутниковые телефоны нельзя, проверяют на их наличие. Ну, видимо, судя по тому, чтобы вы не шпионили и не ввели в противоправную деятельность против Индии, судя по всему. Мы поднялись сейчас на 200 метров. Ну, и нам еще километров 14 пешком чапать. Часов пять приблизительно еще. Погода нам способствует. Солнышко нету. Тучки небольшие. Надеюсь, дождя или снега не будет. Ну, если будет, будем экстремарить. Ну, подъем здесь пологий. Пока что ничего сложного нету. Самый сложный это был первый подъем. Я думаю, там был вариант, где можно было попроще подняться, но мы поднимались по такому отвесному. Поэтому сил, конечно, много выбило. Причем там еще были разбиты ступеньки, такие камни насыпаны. За счет этого еще неудобно. Мы все цепочки очень медленно поднимали, чтобы, дай бог, никого там не засыпало. Азольский мостик. Сейчас будем штурмовать переход по одному. Поднимаемся. Влажность поднимается. Запотел объектив. Здесь подъем уже покруче пошел. Нагрузка побольше. Ну, так, терпимо все равно. Сюда обязательно, конечно, спортивный обувь. Хороший, крекинговый. Можно кроссовки какие-то легкие. Чтобы вам жарко не было. С собой туда можно взять теплую обувь. Потому что там с погодой непонятно. Как вам будет холодно, тепло, непонятно. Судя по всему, мы идем вот туда. Так кажется, невысоко, но высота приличная. Автобусная остановка. Можете подождать своего автобуса. Может быть, когда-нибудь дождетесь. Ну, на самом деле, остановка для ослов. Кирилл, ну как? Какой автобус следующий? Через сколько? По одному. Следующий. Красиво. С камней. Сад камней. Смотрите, как классно дорога уходит такая. Туда, вдаль. Попробую порассказывать историю. То, что нам рассказывал Дмитрий Гид. Есть у них три основных бога. Это Шива. Это Брахма. И Вишна. Брахма – это создающий. Шива – это разрушающая ипостась. И Вишна – это уравновешивающая ипостась. Где вот Брахма создал этот мир. И создал горы, моря, океаны. И один мудрец сидел, медитировал. И вот как-то ему стало прикольно. Решил он океан выпить. И он его высосал одним глотком. И осталась земля пустая. Без капли воды. Боги, которые жили на земле. Увидели это. Им не понравилось. И они пошли в Богу. Брахме просить помощи. Моги нам. Верни океан. Тут мудрец накосячил, выпил. И теперь земля непригодна. Уже не лакшери. Здесь отдохнуть нельзя. Камни до пустыни. Ну что им? Бог ответил. Ребята, ждите. Все хорошо. Пройдет какое-то время. Пару тысяч лет. Родится царь Сагара. У него будет сын. У этого царя. У этого сына будет еще один сын. А и у этого сына будет сын. Махиратха. И вот он поможет вернуть воду на землю при помощи богини Ганги, которая снизойдет на землю и водами своими заполнит океаны. И боги ушли. И действительно, так и произошло. Прошло несколько тысяч лет. Родился царь Сагара. У него не было детей. И он пошел в Аскезу молиться богам о том, боги, помогите мне, дайте мне детей. Я бездетный. Хочу продлить свой род. Молился какое-то время. Как правило, это сто, может быть, двести лет. Накопил какой-то потенциал энергии своей психической. Боги его услышали. Сказали, Сагара, иди домой. У тебя будет один ребенок от одной жены и 60 тысяч сынов от другой жены. Сагара подвис. Такой говорит, ничего себе. Как такое может быть? 60 тысяч. Это за раз или за какой-то период. Ну, это же боги. Боги сказали, боги сделали. И он пошел. И так действительно и получилось. У него от одной жены родился один сын, а от второй родилась тыква. Сагара, когда родилась тыква, расстроился и говорит, господи, за что? Что мне с ней делать? И приказал ее выбросить. И тут ему явилось едение. Дошел бог, сказал, не делай этого, разруби ее. Достань оттуда 60 тысяч семян и посади их в горшки с маслом. И у тебя будет 60 тысяч прекрасных сынов. Он так и сделал. Прошло какое-то время. Из этих чанов, сосудов с маслом, выросли крепкие мужи, войны. И дальше, я вам расскажу немножко позже, я запыхался. Доброе утро. Мой коллега Дима, фотограф, переживает, что мы только вдвоем в кадр попадаем, что походим только мы вдвоем. Так вот, ребята, у нас здесь больше 12 человек. Ребята, как вы? Хорошо. Говорить можете? Шли четвертые сутки? А, молодец даже здесь одевался. Человек-скала. Две километра. Еще четыре километра. Или четырнадцать. Комна-махширай. Вот они, снежные пики. Видите, какая красота. Передать словами. Природная, мощная красота. Ребята, мы запогнали уже, смотрите, куда ушли. Ну, а вот, что ждет вас внизу. Не дай бог отступиться. Ура, ура, ура. Ура. Молодец, ты модный пацан, я смотрю. А чешечки такие, шортики, колготки там или что там у тебя. Гетры? Это вот, а, это гетры, а сверху это лосины типа такие. Конечно. Вот он, наш первый привал сейчас будет такой крупный. Вот там он впереди, видите, домик. Ну, как видно, вот он. Туда мы идем. Как говорили, лучше гор могут быть только горы. Действительно, это так. Очень красиво, очень мощно. Горы всегда, когда посещаю. Вот такие эмоции, не передать их словами. Наполнение тяжело, но и радостно. А на финише вас ждет мальчик с яблоками. Видите, он там стоит. Вячеслав. Слава, почем яблочки? Давай, давай, я на свою. Нет, Слава, мы тебе такого удовольствия не докажем. Неси. Решил остаться, иначе, блин, не так. Уже столько обманулся. Я думал, это уже паркинг. Нет, ребята, мы идем еще час. Ну, дали по яблочку. Кушаем. Идем дальше. Ребят, поднимаемся дальше. Рассказывал нашему гиду про свое новое направление пройти. Он активно хочет развиваться. Сниму промо-видео. Кому будет интересно, послушайте. Особенности там продвижения в соцсетях, сайты, лендинги и так далее. Всю правду. Ну, то, что я, по крайней мере, для себя картинку пазл сложил. Вам расскажу насчет масок. Это не такой ни мем, ни степ. Сейчас очень яркое солнце. Здесь высоко. Поэтому берите с собой солнцезащитный крем. Да, это солнце. Лучше 120, если найдете. Ну, минимум 50. Крем увлажняющий. Обязательно возьмите для губ и лица. И купите такие маски. Они здесь продаются. Они есть теплые. Вот такая у меня снизу. Байковая. А есть тоненькие, матерчатые. И обязательно надевайте на нос, на лоб. Потому что без привычки, если вы только прилетели и сразу на это солнце попадете, у вас будут ожоги. Видите, Дима рассказывал. У него он постоянно здесь ходит. Тоже так. Не сделал. Не намазался кремом. Побаловался. И по факту получил ожоги носа. Что аж слазила кожа, был. Нарыв. Короче, приятного мало. Фу. Идем дальше. Смотрите, какая промоена. Какая переверка, потому что она красивая. Смотрите, там впереди уже наш кемпинг. Я надеюсь, что это неочередной фейк какой-то или иллюзия. Или мираж. Ребята, вы рады, что мы скоро доберемся? Мало, мало. Еще больше? Больше. Пусть это будет мираж. Пусть это будет мираж. Андрей, я можно тебе свой рюкзак отдам тогда? Я могу. Ты там, да, уже попал. Мне можно только крем для зыга. Кирилл, ты как? Ты рад, что мы уже тут вот на финишной практически? Нам еще потом 8 километров оттуда пилить? Это прелюдия, что мы на финишной. Нам еще не 8. Нам еще 8 и плюс 8. Фу. Кирилл, лучше бы ты этого не говорил. Все говорили, давайте за один день будем. Все пройдем, да? Там же я, если пройти можно, мы поднимем вверху. Вот, ребята, оттуда мы идем. Вон там пики. Я так понимаю, куда-то туда мы дальше пойдем еще. Тяжело идти. Устаешь. Слава богу, сегодня нету такого яркого солнца. Если бы оно было, то было бы в разы тяжелее, потому что было бы жарко, потел. Ну, совсем другая нагрузка. Рюбзаки с собой по минимуму всего того, что вам может понадобиться с собой. Ну, у меня наш коллега Володя, он такой очень скрупулезно подходит ко всему. Он взял хорошую аптечку. Я обязательно вам выложу текст, что он берет. Там есть такая, я бы сказал, аптечка Лайт и есть аптечка Параноика. Но когда вы идете в незнакомое место, то лучше быть параноиком. Потому что вы никогда не знаете, что вам понадобится и какая ситуация может возникнуть. Дай бог, чтобы вам никогда из того, что возьмете, не понадобилось. Но если понадобится, то ваши шансы на полученный исход, они будут выше. Поэтому настоятельно я рекомендую вам брать с собой максимальный комплект именно по аптечке. Из одежды с собой лучше взять запасную термомайку. Можно две носки. Ну, сменный комплект, потому что все, в чем вы сейчас идете, оно будет мокрое насквозь. Потому что вы спотеете, все это промотнет. И когда вы придете туда, в горы, там будет холодно, просушиться будет негде. Вы замерзнете. Поэтому у вас однозначно должен быть хотя бы один комплект, такой одежды. Если у вас нету на рюкзаке дождевика, то лучше все в целлофановый пакет завязать. Или какой-нибудь пакет, который герметичный, чтобы если уходит дождь, не на мокру. Потому что погода может меняться. Ну, вот вам такой небольшой лайфхак. Подтягиваются наши ребята. Растянулись мы довольно-таки сильно. Ну, и пойдемте, мы пройдемся тоже. Можно, конечно, взять осла и поехать на осле. Но осел, травма опасна. Потому что вы видели, какие здесь подъемы, спуски. Вы можете упасть и получить травму. И это будет, конечно, проблема. Я очень вам настоятельно рекомендую всем делать спортивную страховку. Вот, смотрите, как наши ребята растянулись. Это ребята, которые были последними. Теперь они нас догнали. Вот там дальше еще наши ребята идут. Надо идти в своем темпе, чтобы вам было комфортно. Не надо бежать. Если вам тяжело, лучше вернуться. Горы не для всех. Можно пройтись, поделать фотографии, которые вам необходимы. И пойти спокойно домой отдыхать. Потому что горы не прощают ошибок. Ребята, из важных моментов, то, что многие упускают, это страховка. В каждой стране есть свои надежные, проверенные страховые компании, которые придут вам на помощь в случае экстренной ситуации. Медицина в Индии дорогая. Вызвать там вертолет, пять тысяч, в больницу. Еще там какие-то благословные суммы. Лечение. Все тоже стоит дорого. Поэтому, если у вас не будет страховки, то вам придется за все это платить с своего кармана. Если у вас будет страховка, то это будет покрывать страховая компания. У них там есть франшиза. Это небольшая сумма, которую они не покрывают. Ну, это, как правило, копейки до 100 долларов. А остальное они будут оплачивать вам. Ну, за исключением хронических заболеваний и так далее. Очень важный момент. Страховка обычная не действует на занятия спортом. Горы. Это приравнивается к спорту, к экстремальным видам. Поэтому, если у вас будет обычная страховка, и с вами что-то случится в горах, то, возможно, вам не окажут помощь. Потому что это будет не страховой случай. Обязательно, когда будете страховой полис читать, обратите на это внимание. Если будете алкогольным опьянением, наркотическим, тоже не страховой случай, даже если спортивная страховка. Делайте спортивную. Она стоит дороже на пару долларов. Попробуем 2-3 доллара. Ну и сумму берите максимальную. Лучше как-нибудь там 30 тысяч минимум, а лучше 70. Если не дай бог что случится, у вас будет вся такая сумма на оказание вам на офисной помощи. А не случится, дай бог, чтобы так и было. Но это очень важно. Я вам очень-очень рекомендую не экономить на страховке. Ну и вот мы с вами дошли до кемпинге небольшого. Это не финиш, нам надо идти еще дальше. Так что еще, наверное, столько же нас ждет. Как вы, ребят? Все нормально. Тяжко? Да, у меня все пойдет. Ну, держитесь. Здесь есть, ребят, такой небольшой кемпинг. Можно отдохнуть, попить, купить что-то себе, перекусить и пойти дальше. Наши ребята взяли себе осла, потому что тяжело идти. Ну, я уточню потом у них сколько это стоит, удовольствие. Гол. О, смотрите, какой красавчик. Ну, мы все такие. А вот пресловутые ослики. Как правило, 20-30 долларов стоит поездка на таком. И все. И вас везут. How much? How much? О, не понимает. Не думайте, я тоже намазался кремом. Кремом лучше мазаться периодически, там, каждые пару часов. Потому что лучше, пускай вы будет больше, вы не сгорите, чем вы сгорите. На высоте загар лучше берется, хватается мгновенно. И потом ходить с красным лицом удовольствия мало. Мы зашли в такой лесок, камушки, красота. Солнце спряталось, идти стало легче. Смотрите, какая лепота. Ну, а вот то, что я говорил, что ребята взяли ослика и на ослики едут. Вот так это происходит. Ничего такого нету. Не можете, не мучайте себя, возьмите и езжайте спокойно. Даниил, а что ты ему не даешь? У меня так и мои. 8 штук. Ну ладно? Да. Нашему гиду нерв немножко защемило. Сейчас Володя его попробует немножечко подправить. Дим, как тебе помог, Володя? Да, 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 конечно. Вообще полегче стало намного. Отпустила спину? Пока не менее, не, она болит все равно, но я могу двигаться. Нет, спасибо. То есть я могу сесть, я могу встать. И уже не так сильно больно. А боль-то все равно она есть, она еще будет пару дней, наверное. Спасибо, что жми. Ну легче, да? Ну легче, конечно, конечно. У меня что-то хрустнуло в спине, там полегчало. Я не делал, я не... Перекусили, выдвигаемся дальше. Нам осталось примерно столько же идти. Посмотрим, какой здесь пейзажи будут. Здесь уже больше леса, там мы шли. Больше такая без растительности местность. Гид нам сказал, что у нас будет впереди сыпи. Такая сыпучая местность, поэтому что там не задержится, аккуратно идти. И в дождь, если или в какой-то такой непогоду, то очень аккуратно там, там любят горные козлы ходить. И они носятся и образуют лавину и вас смывают. Вот наши бойцы уже выдвигаются. Кто шагает дружно в ряд? Мужского клуба, наш отряд. Молодец, Вом, вот видишь. А то не знают они, кто шагает. Смотрите, какая красота. Будем сделать здесь селфи. А получится? Групповую фотографию. Все получится. Все получится? Конечно. Красотища. Да, и вон тут снизу, вот видите, есть даже домик. Зря мы столько шли, могли просто здесь переночевать. Я думаю, что-то здесь не поможет. Тут у меня с их вещью. А-а-а. Налегке. Видите, есть такие грузчики, можно им вещи закинуть, они вам понесут. Заплатили деньги, идете налегке. Дима наш, он воспарил. Тропа несложная, но длинная. Это вам не дома по плоскостопию ходить. По плоскогорью, извините. Вот на тот пик, который мы видели с вами с поселка. Красивая. Сейчас улич. Красота. Какой пик высотой? Примерно 5 тысяч пять. Не больше, чем 5 тысяч. Это непокоренный пик, Дима говорит. Безымянный пока. У вас есть все шансы его покорить. И называть своим именем. Welcome, господа. 5 тысяч. Клевое дело. Одна нога здесь, другая будет тоже, скорее всего, здесь. Растяжка сейчас. Пока что мы держимся. Привал. Эти ребята, они все время отдыхают. Я вот все, мы как не идем, стоят и стоят. Как они перемещаются? И мы их никак догнать не можем. Они, кстати, обладают технологией метро, это перемещение. Поэтому только щелк, хоп, там, щелк, там. А вот там мы были, в этом лесочке, мы с вами кушали. У нас там была остановка. А пришли мы с вами вот аж оттуда. Далеко, короче. Вот, посмотрите, какой красивый склон. Красота. Идешь ты, идешь такой. А тут так и за склоны у тебя. Опа. И зуб. Заснеженный. Как-то видите, все скучно. Уже собрались скучненько. Подустали. И в одном рифме все. И вот. Что, они туда пошли? Налево пойдешь, что потеряешь? Не, мы просто, типа, там, мальчики налево, девочки направо. Все такое. А оказалось, что мужской кумуху вообще в город сразу. Смотри, какая красота сегодня. Тут такие виды, что невозможно не останавливаться и снимать. Очень красиво. Вот с другой вот такая красота. А сверху здесь какие-то такие вот кусты зеленые. Красиво смотрятся. Здесь вот такая красота. Это капец какой-то. Смотрите, какая красота. Вот пик впереди. Так далеко казался. Мы все к нему ближе и ближе. И идешь, и разные виды. То есть мы идем, там, камни. Идем, песок. Идем, речки. Идем. Вот смотрите, какая трава растет. Ой, куда ты убежал, красавец. А вот смотрите, какая гора. Красава, да? Очень красиво. Очень живописно. И очень тяжело идти. По возможности подготовьтесь. То есть походите там в спортзал недельку-две хотя бы. Там на ноги дайте нагрузку. Потому что неподготовленным людям здесь просто трэш какой-то будет. Вот девочка с своим мужем вместе идут. И им очень тяжело. Ну, жене тяжело. Она неподготовлена. Они останавливаются каждые 5 метров. Потому что подъемы, спуски, подъемы, спуски. И так 14 километров. И вот наши ослики опять. Ребята заплатили 20 долларов стоить с нашего поселка до места назначения добраться. Ребята полдороги проехали. 10 долларов заплатили. Вот видите, даже ребята в горы с ребенком ходят. Посадили ребенка. И вперед двух. Вот это. Вот вам еще. Если вы думаете, что мы уже близко к концу нашего пути, то нет. Смотрите, видите, вот она. Раз, два, три, четыре. Там вот видите, секун, я так понимаю, о том, что говорил Дима. И нам еще дальше. И вот мы видим уже новые скалы, которые мы не видели. С поселка из нашего. Вот, ребята, то, что я вам говорил. Здесь не надо останавливаться, надо быстро проходить. И когда дождь, здесь надо быть очень предельно внимательным и аккуратным, потому что чревато. Ты как Славу ее назовешь? Слава или по фамилии? Сначала дождь. Смотрите, какая красивая. Володь, а что ты делаешь? Водичку набираю. Хорошая? Конечно. Кого ты знаешь? Отлично. Ямелайская вода. С гор. Чистейшая. Почти уже добрались. Небольшой перевал. Водички с перекисью водорода. Если кислорода не хватает. Не, я на камеру, чтобы люди знали. Если вам не хватает воздуха, вы можете в воду добавить 10 капель перекисью водорода. Вам немножечко будет легче. Ну вот, ребят, мы практически это сделали. Вот, смотрите, то, что я говорил, здесь несколько точек слева, в середине и справа. Ну и вот совсем простенький. Судя по всему, нам машут флажком туда. Надеюсь, не нам. Вот мы практически и дошли. Андрей нам машет. Мы очень надеялись, что мы будем вот в северном доме. Ну, нам, судя по всему, не повезло. Мы будем даже не вот в этих домиках, а просто в палатках. Поэтому нас ждет холодная ночь. Будем греться друг об друга. Используя спальные мешки. Мы добрались до пункта значения. Сейчас я вам покажу, что к чему там. Я взял с собой куртку, ветровку. Она такая, дождевик. То, что мог пойти снег, дождь, лис, кофта, термомайка. Термомайку я уже снял, потому что она вся мокрая. И вот, в принципе, задул сильный ветер. И куртка меня, в принципе, нормально спасла. Поэтому рекомендую в рюкзаке иметь вещи, чтобы вы могли переодеться. Возможно, несколько даже маек или термомаек. Потому что вымокли, взяли, переоделись. Опять дошли до какой-то пункта, отдохнули, переоделись. А мокрую одежду повешаем на рюкзак. Она за это время высохнет. И вам будет комфортно, чтобы вы не замерзли. И не стесняйтесь. Холодно, значит, остановились, оделись. Жарко, остановились, сняли все. Не надо идти в одном и том же. Потому что потом простынете, будет гораздо хуже. Ну, а вот наши бараки, где мы будем ночевать. Смотрите. Вот так вот. Здесь нам будут готовить кушать. Слушайте, вы опоздали на 42 минуты? Да мы просто... Услаждались. А, Джей, сними меня. Значит, слушайте. Вот, мы с Кириллом первые пришли. Первые ровно за 10 часов. У нас отрыв от... От... Последних? Еще, а последних лет 45 минут. Круто, молодцы. Первый поход в горы. Первый. Ну, если сегодня, то можно просто пойти лечь. Болежать. Я просто... Здесь нам будут готовить кушать. Так, по-простому. Чай. Дальше мы пойдем куда-то вот туда, на леднике. Там покупаемся. Здесь есть даже небольшой ресторан. Вот в этом зеленом домике. Вечерком, можно сказать, покушать оттуда. Ну, вода. Солен положим курове. Здесь две штуки. Много же вешал-то есть. Не сушил сейчас. Оно. Мы с Попаина горячим чаем. Стоит 100 рупи за чайник. Пойдем дальше к прогулку. Погуляемся. Ребят в крикет, по-моему, играют. Сейчас еще 3 часа, буквально 2-3 часа, стемнеет и будет очень холодно. Уже сейчас не очень комфортно, а что уже говорить, когда потемнеет. Я в термоштанах. В штанах еще в одних, которые там с термоточками, и мне прохладно. Я думаю, когда сон присядет, будет еще холоднее. Здесь очень красиво. Смотрите, какая красота. Вот эти пики, это семитысячники, там 6,940, наш гид говорит. Вышли из-за тучи. Три страны зеленые. Ну что, что почем? Ну, 60, там ценник там. Работают до последнего выпуска. А на улице все себя показывают. Тут все нормально. Нормально, да, нормально. А вот цены. Вода, а . Вода, а . Вода, а . Вода, а . Это наши хозяева. Что я могу сказать ему по поводу гор? Горы это нелегкое испытание. Здесь очень холодно. Болит голова, потому что давление пока привыкаешь. Поэтому к этому всему надо быть готовым носиться статически. Наверное, правильно я говорю это слово. Так что, если вы собираетесь, теплая одежда, хорошая теплая зимняя одежда, даже если здесь плюс 4 или 6, тут такой дубарь, как будто бы, не знаю, мне кажется, у нас минус 20 такого не бывает. Ты замерзаешь, промерзаешь насквозь, не можешь согреться, ходишь, прыгаешь, двигаешься туда, немножечко согреваешься. И давление, конечно, давит. Вот сегодня, наверное, повышенное. Из-за этого еще очень сильно болит голова. Тяжело. Вечером пойдем в тот ресторан зеленый, там, говорят, тепло, можно посидеть, погреться. Кушать вообще не хочется, желаний никого нету. Но посидеть так, пообщаться, будет прикольно. Вот они, красавицы. Ребята, вот так вот в Гималаях спят в палатках. Тут вот три человека у нас. Володь, покажись, пожалуйста, покажитесь, кто там есть вообще. Руки хоть достаньте, что у вас там 8 человек. Вот смотрите, вон лавка, еще одна лавка. Посвети дальше. Там ребята вон. А там, не, не вставай, не в мешке. Так, и вон еще, смотрите, тут еще пару человек. А этот человек ждет завтрашней еды в очередной раз, судя по всему. Да, вот так вот. Готовьтесь к таким условиям, если вы пойдете в горы. Это вам, блин, не лакшери. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by